Может мне нравится в ней то, что для меня она словно детективный роман. Дарья Донцовой, ха-ха-ха, запутанный, но интересный, весьма спорно. Всем привет, вы на канале Девплей, и сегодня мы будем продолжать проходить холодные объятия. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали. Ты выходи пока, я тут приберусь, и пойдём. Хорошо. В итоге, уже спустя пару минут мы бодро шагали под туманным улочком лагеря вдвоём. И вроде бы день близился к вечеру, туман постепенно сходил, давая простору палящему солнцу. Однако в округе людей было с шаром покатье. Дим? Ммм. Заметил, что лагеря сегодня пустуют? Маша первая начала диалог, что для неё совсем не свойственно. И вроде бы мелочь, но с этой девочкой почему-то эти мелочи я готов искать вечно. Любая её улыбка почему-то выглядит как... Заро на рулетке. Заметил, да. Туман может. Маша пожала плечами. Больше разговор не шёл. Остаток пути мы шли в тишине. И первое, что содрогнуло воздух, как только мы дошли до пункта назначения, было... Здесь... Как здесь красиво! Кстати, моё любимое место... Она мечтательно улыбнулась, поёжившись, а затем начала аккуратно снимать с себя босоножки. Я в это время не придавал этому особого значения, окидывая взглядом окрестности. Так и получилось. Пока я впитывал всю красоту, Маша уже оказалась полностью босая. Не, ну типа да, частично можно. Одна нога босая, другая нет. Ладно. Это я заметил только после того, как она потянула меня за краешек рубашки. Ммм, ааа, ты чё собралась купаться? Нет, глупенький, ножки помочить просто. Так могла бы поссать. А затем вальяжно развернулась ко мне спиной и утопала по зыбучему песку к воде. Ладно, пусть зыбучий песок в пизду всё. Оставляя меня наедине со своими мыслями. Я абсолютно её не понимаю. Я тоже нихрень не понимаю, но как-то ж держусь, бро. А может в этом и суть? Всех баб? Может мне нравится в ней то, что для меня она словно детективный роман? Дарья Донцовой? Ха-ха-ха! Ээээ, блять! Запутанный, но интересный. Весьма спорно. Что-то притягивало меня к ней. Даже скрывать это не стану. И в данный момент что-то двигало мной, и я в момент оказался без сандалей. Носков постигла та же участь. Как же это, блять, трагично. Носки, сука, снял. Боже, у меня сейчас сердце от горя разорвётся. У вас нет? Бессердечные мрази! Теперь ступни приятно щекотал песок, отчего на душе стало как-то чуточку легче, что ли. Причём за день он успел остыть. Лучи солнца в малых объёмах грели его, поэтому пропускать через себя песок было сплошным удовольствием. Машо, подожди меня! Скажи, Дим, мы уже сели на песок, разглядывая водную гладь перед собой. Маша тогда неуверенно попыталась найти диалог, обнёв себя за колени. Её глазки при этом были всё так же устремлены на колышущуюся в тумане воду. А я всё ждал и ждал от неё продолжения. Она всё молчит, словно думая о чём-то своём. Молчит, молчит, молчит. Я и не выдержал. Чего? Тут же отойдя от анабиозы, девочка грустно спросила, склонив голову на бок. А ты веришь во вторые шансы? Вторые шансы... чего? Не задавай вопросов, просто ответь. Ну, не знаю. Да, наверное. Всегда надо давать вторые шансы, что бы это ни было. Как-то едва улыбнувшись, Маша тяжело вздохнула, почти шепотом сказал себе под нос. Всё-таки ты изменился. В каком это плане? А? Тут же её взгляд устремился, сведая на моё чего-то ожидающее лицо. Можно по щам дать ему, лещом. Чё нет? Нас может остановить только отсутствие леща, который Рэба. Ну, ты сказала, что я изменился. А? Ой! Покраснел больше обычного, она забегала глазами по мне, пытаясь найти что-то важное, найти какую-то подсказку, но, увы, тщетно. Так я про... Я про начало смены, глупенький. А-а-а, ты про это... А ты про что? Девочка полностью заинтересовал момент. Она даже закусила губу, расплываясь в невинном лике. И я у тебя затем и спросил вообще-то. А-а-а, понятно. А теперь она полностью будто потеряла ко мне интерес, снова возвращаясь на исходную, обнимая колени и с задумчивым и не менее грустным видом глядя на воду. А можно... Можно еще один вопрос? Валяй. Ты когда-нибудь любил, Дима? И в этот момент что-то щелкнуло во мне. Не знаю точно, что это было. Какое-то поднимающееся чувство внутри меня. Словно диафрагму вот-вот разорвет стремительно надавающийся шарик внутри. А к чему? Вопросы. Просто стало интересно. Ну, любил. На самом деле нет. Как бы это странно не звучало, но нет, к 17 годам я таки не почувствовал что-то изящное. Тупо... Тупо... Блять, что? Тупо бол... Болящие приятной болью внутри... Че, бля... Какого хуя? Были интрижки, была симпатия, но чего-то более отнюдь. Правда? И как оно? Да ничего интересного. Понятно. Повисло неловкое молчание, которое с каждой секундой довело меня ещё сильнее и сильнее. Поэтому я ей дал осечку, сказав, что первое пришло в голову. А ты? Что? А, нет. Она так холодная и отрешённая это сказала, что я сразу понял. Скрывает. Не хочешь говорить об этом, так и скажи. Да нет, нет. С чего ты взял? Ты так об этом говоришь? Ой, забудь уже. Просто вопрос. И вообще. Она встала, отряхнув юбку от песка. Подчерпнула его босой ногой, бросив на моё. Пошли ближе к воде. А затем снова пошла ближе к берегу. Там, где песок мокрый и холодный. Там, где прибои и сыра. Я всё смотрел тогда на её миниатюрную спину, не понимая. Чё с ней происходит? Это называется муслительные процессы в голове женщины. Пора бы к такому привыкнуть было бы уже. Какая Маша настоящая, а какая лишь маска. Такая жизнерадостная моментами и такая грустная постоянно. Словно тумблер её переключается, дабы уравновесить её природу внутри. Было непонятно. Вдвойне непонятно. Со мной ли она такая, или есть кто-то ещё, кто заставляет девочку метаться из стороны в сторону. Ну, Дима! Тебя долго ждать? Мысли прервала всё тоже непохожее на себя Маша. Поэтому я решил отпустить ситуацию, наслаждаясь моментом. Иду! Семимильными шагами я добрался до Маши, чтобы увидеть, как её пальчики ног что-то вычерчивают на сыром песке. Такая тихая, такая милая и сосредоточенная. Она аккуратно выводила линии, не давая даже взглянуть на рисунок. Не смотри! Почему? Ещё не готова! Сказала она, как отрезала. А я был и не против. Стоял молча и впитывал ветер кожей лица. Впитывал ветер. Тёк ногтями. Звенел волосами. Не, ну хотя в какой-то степени да. Ну, можно сказать, звенел волосами. Ладно, это была херовая попытка выдать пример. Кристаллизировался глазами! Блять! Складно. Здесь он был по-особенному сладок. Если воздух сладкий, у меня, похоже, плохие предчувствия насчёт экологической ситуации вокруг этого лагеря. Ну, в общем. Понятия не имею, как на это влияет вода, но чувствовалось, что-то в этом запахе... Так, он сладкий или запах имеет? Что-то в этом запахе мягкое, что-то терпкое и что-то водящее в транс. Ну, ладно, говорят, типа есть сладкие запахи, окей. Я всё думал. Думал, думал, думала Маша, и я... И я-я-я-й-ой. И о её настроении. Что-то от грустного скачет к озорному и такому открытому. А что от грустного? Интересно, это я так на неё влияю? Это месячная. Лагерь немного уже не тот. Ответа, конечно, мне никто не дал. Зато под ухом прозвучало. Готово! Нихоя ты, художница! Она отошла в сторону, скромно сцепив ручки между собой где-то ниже талии. И ожидала от меня какой-то реакции. На песке толстыми линиями были вычерчены две фигурки. Одна была в каком-то длинном пальто, а другая... Другая была в куртке, что ли? Никак не мог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Ещё немного, и её локоны распушились, как бутон роза. Ещё самой малости она взмахнула ими, сверкая... По золотой огненной копне. Её прекрасные волосы, на которые можно смотреть с замиранием сердца. Волнистая от сплетённых ранее косичек. Такие пышные и великолепные! Невероятно! Даже у себя в голове, я постарался сказать это как можно тише. Мурашки не заставили себя долго ждать, перепрыгивая друг через друга по всей спине. Так, кому-то срочно надо к врачам. Завелись блохи. Чего ты смотришь на меня, как кот на сметану? Ты очень красивая. Будто в полутранце сказал я это, всё так же любуясь её горящими волосами. Ты дурак? Э? А, ой! Смущаешь я ещё тут... Снова в меня на берег полетели брызги, от попадания которых я шикнул. Ты опять! Под её смех я стремительно залез в воду, ровняя нас на линии... Огня? И куда ты так далеко ушёл, умник? Испугался? Я! Испугался! Плеснув воду в да нельзя раскрепощенную по её меркам девочку, я начал сокращать дистанцию. Дистанция пары шагов в виск... По звукам напоминающий пушечный снаряд. И какое-то чувство пожара внутри. Это изжога называется. Это была настоящая баталия. Битва не на жизнь, а на смерть, если можно так сказать. Ну и дело звучали радостные возгласы Маши. Летели водные снаряды то в одну сторону, то в другую. Тогда я и понял, что на самом деле чувствую. Смотря на её растрёпанные волосы, смотря на капли воды, смешанные с прибережным песком. Смотря на её настоящую, я понял, что на самом деле люблю её. И можете меня убить, если это звучит наивно. Плевать! Спустя три с половиной дня влюбиться по уши в неё. До конца жизни... Парно. Почему же тогда по телу ползут мурашки с шеи до кончиков пальцев? Почему мне хочется запечат... Запечатлеть этот образ... Светящий яся... Светящий яся... Девочки... Где-то под коркой мозга и доставать, когда вдруг станет грустно. Гима! Хватит! Холодно! Её голос, её черты лица и линии тела всегда заставляли меня забывать. Просто я... Всячески пытался от этого ускользнуть. Сам того не ведая. Боялся. Обжечься. Но когда чувства захватывают с головой, ты её в пекло не боишься прыгнуть. Ради двух огненных кос, ради этой улыбки и смеха, что только для меня. Броситься наперекор переживаниям и неуверенности. А была ли она у тебя, Гима? Кому ещё Маша могла так... Могла, блять, смогла бы так открыться, как не мне? И да, может, я идиот, что повёлся на спектакль со стеснительной девочкой. Может, я повёлся на маске разной тональности меланхолиям, за которой стоят целые фейерверки с эмоцией всё равно. Я хочу, чтобы она никогда и никому так не улыбалась больше, кроме меня. «Всё-всё, предлагаю мир!» Она поправила прять волос, заведя ту за ухо, едва дыша. На что я лишь тепло улыбнулся, чувствуя, как постепенно начинаю разгораться нещадным пламенем. А после сказал... «Согласен. Пошли греться». «Пошли». «Всё поменялось и стоило нам выйти из воды». «Цветовосприятие, запахи и вкусы будто усилили свои качества в разы. Хорошо, что не утратили. Короны, значит, нет. Я будто сбросил лишнее кило... блять, что? Сбросила лишних кило десять кандалов со своих рук, чувствуя теперь всё по-настоящему. Ну ты и... Дима, знаешь? Угу. Хм. Ну, так она реально была и миленькая. О, кушать! Сидим вместе! Так сразу? Как вроде бы она предлагает потрахаться у всех. На глазах. То есть... Да! Маша тепло улыбнулась, положив свою тёплую ладонь на грудь. А у меня дыхание перехватило. Неужели так бывает? Ответ проскользнул мимо меня. Да и я не нуждался в нём. К тому времени... К тому времени мы уже надели обувь на себя... А? А будет обувь? И томно выдохнули. А как мне волосы-то сушить? Ты смотри, к ней дошло. Иди так. Что? Нет. Я так не пойду. Ладно. Поприпираемся уже в следующий раз. Сегодня на этом всё. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok